Какие голливудские тайны раскрыла Ума Турман, в какой стране сантехник зарабатывает больше, чем премьер-министр, и как среди финалистов конкурса красоты оказался парень. Об этом и не только в нашем обзоре. Жизнь на краю Аляски глазами белых медведей. Биологи из Калифорнии опубликовали видео с результатами трехлетней слежки за этими животными. В 2014 году воротники с камерами надели десяти медведям. Ученым было интересно, как хищники выживают на льдах Арктики. Добывают себе пищу в непростых погодных условиях. По словам биологов, исследования помогут изучить влияние климатических изменений в Арктике. Дело Вайнштейна не утихает. Актриса Ума Турман обвинила скандального продюсера в домогательствах. По словам звезды, Вайнштейн пытался изнасиловать ее в лондонском отеле еще в 1994-м. Тогда же вышел фильм «Криминальное чтиво», который принес актрисе славу. Над картиной работали продюсер Вайнштейн и режиссер Квентин Тарантино, как и над следующим триумфом Ума Турман убить Билла. В аварии, которая произошла на съемках этого фильма, актриса обвинила Тарантино и впервые опубликовала видео. Режиссер якобы заставил актрису ехать без каскадера на неисправном автомобиле. Грандиозный карнавал начался в Боливии. В город Оруру на праздник приехали более 6 тысяч музыкантов. Они сопровождали костюмированный парад, в котором приняли участие 25 тысяч танцоров. Все они исполняли народные танцы. Действо длилось около 20 часов, на высоте почти 4000 метров над уровнем моря. Карнавал появился еще в доколумбовскую эпоху. Ему около 2000 лет. Как зарабатывать больше, чем премьер, знает лондонский сантехник Стивен Фрай. В месяц он получает 17,5 тысяч фунтов стерлингов, имеет недвижимость в элитном районе британской столицы и проводит отпуск на Мальдивах. Только вот отдыхать получается нечасто. Пять дней в неделю мастер круглосуточно на работе. Выезжает на экстренные вызовы и днем, и ночью. Говорит, держится на кофейне и энергетиках. Внешность обманчива. На конкурс красоты среди девушек в Казахстане в финал прошел парень. Пол менять не пришлось, ведь отбор проходил онлайн. 22-летний житель Алма-Аты отправил свои фотографии на конкурс, поспорив с друзьями. Хотел доказать, что из-за макияжа девушки становятся безликими. Поэтому решил пропагандировать естественную красоту и харизму. Когда парень признался, с конкурса его сняли. Но многие жители Казахстана с пониманием отнеслись к такому поступку. Главного мышелово-соединенного королевства уличили в безделии. Службе по борьбе с вредителями пришлось 40 раз за год выезжать в резиденцию правительства на Даунинг-стрит, потому что кот Ларри лентяйничал. Эксперты подсчитали, за год безответственный служащий упустил 29 грызунов. В прошлом году Ларри угрожали увольнением, но дали шанс исправиться. Конкурс красоты среди четвероногих в Сингапуре выбирали лучший собачий костюм. Хозяева не просто наряжали песиков, но и сооружали для них красочные повозки. Хвостатые позировали, как настоящие модели. Так в Сингапуре готовятся к китайскому или же лунному Новому году, символом которого является собака.